В эфире Первого Матищенского информационная программа «День» в студии Юлия Федериненко. Здравствуйте! Матищенские депутаты провели внеочередное заседание Совета. Основной вопрос повестки – изменение структуры администрации городского округа. Народные избранники поддержали создание новых управлений и внесли изменения в положение уже существующих структурных подразделений муниципалитета. Алла Сталаева продолжит. Изменения, которые происходят здесь и сейчас, первый вопрос 38-го внеочередного заседания Совета депутатов, задал настроение на большую работу народных избранников. Окружным депутатам представили на утверждение правоустанавливающий документ о новых управлениях администрации и изменении структуры действующих. Из предложенных – управление инвестиционного строительства, финансов, культуры и туризма, строительство социальных объектов, расселение аварийного фонда и другие. Структура муниципальной власти будет меняться. Да, у нас будут создаваться дополнительные учреждения, но в том числе и за счет ликвидации больших перераспределения кадрового состава. Наша задача массового сокращения не предполагает. Наша задача – сохранить весь кадровый состав, который у нас имеется и в штате администрации, и в существующих учреждениях. Основная задача – это перераспределить полномочия между нашими сотрудниками для того, чтобы достичь действительно эффективных результатов. Но и сокращение руководящих должностей – это опять же вопрос по оптимизации процесса. Глава округа Юлия Купецкая отметила, что сейчас необходимо определить приоритетные направления работы. В муниципалитете появятся отделы, ранее не существовавшие. У нас в обязательном порядке должно быть в администрации – это отделы контроля. К сожалению, в администрации ранее у нас не было отдельно выделено отдельный контроль на муниципальном жилищном и дорожном транспорте и благоустройстве. Это за собой вовлечет к тому, что администрация не может оказывать контролирующих функций. Что, естественно, невозможно, потому что мы говорим, что это вопросы архимажные. Дорожные службы будут усилены, планируется образование отдельных МКУ. Муниципальные казенные учреждения будут созданы для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. На эти организации возложат задачи жилищно-коммунального хозяйства, дорожного развития, благоустройства. После обсуждения народные избранники пришли к процедуре голосования. Итак, в порядке поступления предложения, кто за представленный проект решения с учетом технической практики по финансовому управлению, прошу голосовать. Кто за? Прошу посчитать голоса. Кто против? Кто воздержался? Решение при духу сдержавшихся принято. В ближайшее время жителям представят доклад о задачах, которые стоят перед властями на 2022 год. Население проинформирует о реализации государственных программ, строительстве жилых и социальных объектов, возведению развязки и многом другом. Сейчас необходимо поставить четкие цели и вместе с обновленным составом окружной администрации их достигать. На внеочередное заседание было вынесено структуру городского округа Мытища. Она действительно немножко для нас новая, может быть где-то отчасти не совсем привычная. Но, как мне кажется, на мой взгляд, и коллеги депутаты сегодня ее поддержания, большинством голосов приняли, отвечают тем вызовам и тем требованиям нашего непростого времени, которое есть сейчас. И самое главное, мне кажется, жизнь докажет, что позволит очень эффективно решать те возникающие проблемы, которые возникают перед нашим городским округом. Также в рамках заседания Совета депутатов утвердили перечень автомобильных дорог общего пользования и заслушали доклад о результатах работы Межмуниципального управления МВД России Мытищенское. Алла Сталаева, Олег Степанов, Первый Мытищинский. Также смотрите сегодня в выпуске. Строительство пристройки к школе, качество воды, вывоз мусора и многое другое. Юлия Купецкая встретилась с жителями дружбы. И глобус Мытищ нам нравится. Глобус Мытищ. Лучше качество, выше конкурентноспособность. Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев посетил мытищенское предприятие «Водомер». Мы уже готовы к тому, чтобы это делать уже у себя в Подмосковье. Работы для спасателей с каждым днем все больше. Из воды приходится вытаскивать не только людей, но и животных. В округе выбрали самую красивую, спортивную, талантливую, одним словом, самую-самую – Мисс Мытищи-2022. Каждая из этих десяти девушек – это мисс Мытищи. Юлия Купецкая встретилась с жителями микрорайона «Дружба». Мытищенцы озвучили ряд проблемных вопросов, начиная от пристройки к школе до качества питьевой воды. Каждый из них будет подробно рассмотрен профильными ведомствами. Были и позитивные темы, к примеру, празднование столетия образования поселка. Его планируют отметить в конце мая. Подробнее о том, что волнует горожан – в нашем сюжете. Элина – председатель управляющего совета школы номер 12. Уже много лет она отстаивает интересы своих двоих детей и всех школьников микрорайона. Добивается улучшения условий обучения. Школа «Камень преткновения» с 2005 года. В тот момент проводился ремонт, после которого в школе не осталось таких важных вещей, как спортивный зал, мастерские, актовый зал. Соответственно, дети не могут получить навыки необходимые по трудовому обучению. Для того, чтобы заниматься физкультурой, они вынуждены ходить в ФОК. Частичный вопрос с помещениями был решен год назад, когда у школы появился второй корпус. В здании школы музыкального воспитания теперь занимаются 157 учеников начальной школы. Средние и старшие классы остались на прежнем месте. Учебные аудитории показывают главе округа Юлии Купецкой. Глобус «Бытищ» нам нравится. Этот глобус был подарен детскому дому очень давно, так как они, понятно, что соединились с нашими детскими. Вот он перекочевал в кабинет географии старшей школы из того здания. После небольшой экскурсии уже за круглым столом о перспективах развития школы Юлия Купецкая говорит с местными жителями. То, что дополнительные площади нужны, это понимают все. Но решение вопроса не такое быстрое. Сейчас разрабатывается проектная документация. К концу года будет заключение экспертизы, от которого и будет зависеть цена вопроса и сроки строительства. Когда мы получим стоимость, мы выйдем и к Минстрою, к Минобру, который подтверждает нам необходимость, то есть от Минобра должно быть письмо, мы берем Минстрой и нас тогда включают в госпрограмму. Если Минобру нам не подтверждает, мы должны будем включить бюджет за свои деньги, вот эту стоимость. Но раньше декабря месяца, сколько это стоит, мы с вами не узнаем. То есть ориентировочно, куда мы попадаем, в какой бюджет и сроке, мы с вами узнаем в апреле 2023 года. Родители школьников просят посодействовать и в вопросах дорожной безопасности. Необходимо организовать пешеходные переходы на перекрестках улиц Красина, Герцена и Первой Парковой. Эту задачу местные власти готовы решить в более короткие сроки. Сколько времени надо проектировщикам прорисовать этот вопрос? Ну, прорисовать, я думаю. Прорисовать, прорисовать тротуар. Ну, значит, давайте мы ставим себе срок две недели, для того, чтобы потом посмотреть предварительно проект. И дальше мы уже выйдем, мы соберем и проговорим этот вопрос. У мытищенцев, которые пришли на встречу, немало вопросов и по другим темам. Люди жаловались на качество питьевой воды. Юлия Купецкая поручила в ближайшие дни провести замеры в домах жителей для исследования. Вновь прозвучали нарекания в адрес управляющих компаний и регионального оператора, в части содержания территории и вывоза мусора. Но кроме решения коммунальных проблем, людям важно содействие в восстановлении исторической памяти, особенно в год столетия с основания поселка. Мы хотели приурочить памятный знак к фронтовикам, погибшим, либо уходящим на фронт, пропавшим без вести. Вот, хотели организовать памятный знак. С нашего поселка уходил на фронт Дориков. Он герой Советского Союза. Он, ну, просто достойнейший человек. Он вернулся и потом продолжал работать. Он вернулся с фронта и продолжал трудовую деятельность свою. И, конечно, даже зная одного его, мы уже можем, ну, мне кажется, мы вправе организовать этот памятный знак. Идею установки памятного знака глава округа поддержала. Правда, к столетию поселка, которое жители готовятся отметить в конце мая, не успеют, но в работу возьмут и будут содействовать в том числе в подготовке торжественных мероприятий. Встреча уже показала, что она конструктивная. Надеюсь, она даст свои результаты. Вопросов обсуждено много. Вопросы важные как для школы, так и для поселка. Сделаны, я думаю, что определенные выводы и представителями администрации, и жители поселка смогли высказать свои предложения, вопросы, замечания. Я считаю, что знакомство с новой главой прошло очень позитивно, на хорошей волне. И надеемся, что дальнейшие встречи, они будут еще более продуктивные, и наш совместный симбиоз принесет хорошие плоды. Рабочие встречи с жителями продолжатся, а пока мытищинцы пригласили Юлию Купецкую на праздник в честь юбилея поселка. Юлия Федорененко, Денис Петров, Первомытищинске. И к другим темам. Импортозамещение нового уровня. Мытищинские предприятия перестраивают свою работу в условиях санкций. Одним из первых к вопросу замены иностранных товаров отечественными подключилось предприятие ООО «Водомер». Еще до ввода санкций оно разрабатывало план перехода на российские запчасти. Готовность производства к импортозамещению сегодня оценил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслав Фомичев. На предприятие «Водомер» Андрей Румашов пришел 15 лет назад. За это время он прошел три ступени по карьерному росту. Сначала слесарь, затем мастер по ремонту, а теперь наладчик технологического оборудования. Новых трудностей Андрей не боится, но и на достигнутом останавливаться не собирается. Вы знаете, мне кажется, надо любить свою работу для начала. Так что если будет любить свою работу, она не будет для вас скучной. Уверенность в новых совершениях стала покидать Андрея и его коллег в конце февраля. Тогда производство впервые столкнулось с серьезными санкциями. На кону стояла работа всего предприятия. Большинство запчастей, используемых в сборке счетчиков, поставляли из западных стран. Но к этим трудностям «Водомер» оказался готов заранее. Сегодня в этом убедился и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслав Фомичев. До этого кто поставлял? И Германия, и Польша, и Китай. Те, кто сейчас точно ничего поставлять не будет? Ну, те, кто сегодня, в общем-то, они не отказываются, но в то же время мы уже готовы к тому, чтобы это делать уже у себя в Подмосковье. Самым сложным оказался вопрос с поставкой латунного корпуса. Ранее его производили западные коллеги, но сейчас «Водомер» настроен полностью перейти на отечественную продукцию. Мы пытаемся возродить производство полного цикла на российских площадях. Это сложный процесс, потому что необходимо обеспечить качество продукции достойно европейскому качеству, чтобы у российских граждан была нормальная альтернатива. Однако найти альтернативу – это не главная задача. В приоритете – импортоопережение. Этому способствуют программы поддержки бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы сейчас сделали все возможное для того, чтобы люди могли в этой ситуации почувствовать заботу государства. Изменяются все законы, начиная от кадастровой стоимости земли до отсрочек по налогам, получения льготных кредитов. И это все делается для того, чтобы наши предприятия сейчас в этой ситуации могли нормально работать. Продолжить политику импортозамещения и сохранить рабочие места – две основные цели на сегодняшний день. Большинство сотрудников предприятия «Водомер» трудится за не один десяток лет. За добросовестную и качественную работу Вячеслав Фомичев вручил им благодарственные письма Государственной Думы. Алина Савож, Олег Степанов, Первомытищинский. Могли утонуть, если бы не отзывчивые местные жители и оперативные спасатели. В поисках клёва любители зимней рыбалки часто забывают о мерах безопасности. Ради окуня или щуки могут зайти слишком далеко. Двое рыбаков на Яузе рыбу так и не поймали, но набрали полные карманы воды. Андрей Колосов пообщался со спасателями. Рыбаки – народ находчивый и бесстрашный. Любимым делом готовы заниматься и в зной, и в стужу. Расстояние их тоже не пугают. Владимир Поддубный с друзьями из Москвы часто приезжает в Мытище порыбачить на берегу Яузы. Обычно домой уезжают тоже вместе. Но в тот день Владимир отправился в одиночестве. Друзья переместились с берега на середину реки. Рыба не клевала. Позвонил им, говорю, выходите, хватит вам провалитесь. Солнышко светит. Они говорят, ничего, лед толстый, нормально. Но они остались. 23 марта на реке Яуза произошел несчастный случай. Двое рыбаков провалились под лед. И пока очевидцы вызывали спасателей, один неравнодушный прохожий поспешил на помощь. Памятник семьи, любви и верности на набережной не только напоминает о семейных принципах, но и о человеческих. Помогать нужно всегда. И так уж совпало, что именно здесь происходила спасательная операция. Мы при въезде, парень ушел на встречу. Он был весь мокрый. Я подумал, что это он провалился, но оказалось, спросили, что, как. Он говорит, я одного вытащил, второй еще в воде. И он убежал. Уже через несколько секунд утопающий был в руках Максима Беляева. По инструкции спасатели надевают специальный гидрокостюм и после этого погружаются в воду. В этот раз времени на соблюдение инструкций не было. Старший смена Виталий Павлов уже более 20 лет спасает людей. И не понаслышке знает, что такое переохлаждение. Честно скажу, времени на одевание этого снаряжения не было. Мы ограничились тем, что Максим Владимирович Беляев одел у нас спасательный жилет. Плюс у нас транспортировочный щит, который обладает положительной плавучестью. Мы взяли с собой для облегчения передвижения по льду, чтобы не проваливаться. И использовали страховочную веревку. Он подполз, затащили мужчину на щит и уже с берега мы по страховочной веревке вытянули их на твердое место. Сейчас рыбаки находятся дома и их здоровье ничего не угрожает. Владимир подбадривает друзей и ждет их на любимом месте, на берегу, с удочкой. Мы с утра шли и разговаривали. Дом уже все давно. Когда-нибудь давно. В понедельник, по-моему, да, в понедельник. Одного в понедельник выписали с больницы, а второго родственника, ну как, сын, наверное, или кто там, забрал в субботу. Спасатели отмечают, что и благодаря действиям отдыхающих мытищенцев удалось избежать трагедии. Спасибо всем местным жителям. Девочки принесли пледы, не знаю откуда, по-моему, в соседнем кафе. Какая-то девушка привезла чаю. То есть все было, все помогали. Есть люди очень смелые, которые в пожар заходили неоднократно до нашего прибытия. И другие, там и на ДТП часто люди помогали. Специалисты призывают не рисковать своей жизнью и в случае попадания в подобную ситуацию Главное не поддаваться панике. Снять лишнюю одежду, которая тянет ко дну. Обычно это обувь, куртка и рюкзак. Нужно перевернуться на спину, расслабиться, широко расхинуть руки и после нескольких глубоких вдохов позвать на помощь. В этом случае есть шанс выйти из воды, если не сухим, то хотя бы живым. Андрей Колосов, Олег Степанов, Первый Мытищинский. И сегодня днем еще одна хорошая новость пришла от сотрудников Мытищинского отделения ГИМС. Они спасли собаку, которая тонула в канале имени Москвы. Питомец вырвался из ошейника во время прогулки и побежал по льду до тех пор, пока не провалился в воду. Чтобы спасти пса, пришлось просить помощи у сотрудников МЧС. Позвонили на телефон староста Никульского. Сказала, что тонет собака на канале имени Москвы. Оперативно собрались, выехали, оказали помощь. Собака спасена в тепле, жива-здорова. Героями в этой истории можно считать Максима Владыкина и Евгения Алехина. Оба работают инспекторами в ГИМС МЧС России. Продолжаем выпуск. «Грани мастерства» – ежегодный конкурс среди работников социального обслуживания. В этом году в нем приняли участие 4 специалиста по социальной реабилитации. Участники прошли тестирование по вопросам предоставления социальной помощи инвалидам, пожилым людям и детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Кто же стал лучшим и чья фотография будет висеть на доске почета, узнаете в следующем сюжете. «Ребенок бросает мяч мне, я его ловю». Филипп Решетник – психолог по образованию, специализируется на реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Главное, говорит педагог, чтобы занятия приносили радость. Они качаются на качели, занимаются на лабиринте, полушарные доски, развивают мелкую моторику. Маленькими шагами он вместе с детьми идет к большой цели и радуется, когда удается помочь. Она пришла к нам в центр, была достаточно тревожным ребенком, кричала, не подпускала к себе, избегала каких-то прикосновений, плакала. И с ней было достаточно тяжело выстраивать работу, взаимоотношения. Ну и начали потихоньку, это был очень такой долгий, трудоемкий, так скажем, процесс, аккуратный. И пока удалось достичь того, что у нее снизилось тревожно, стало меньше, она кричает на занятиях, посещает садик. Филипп – первый участник конкурса «Грани мастерства-2022». На суд жюри он представил свой проект «Семь чувств». Интересно, что по статистике ВОЗ примерно 90% общего числа детей с инвалидностью имеют как раз нарушение сенсорной интеграции. В своей презентации Филипп показал фото, на которых дети смело и активно осваивают оборудование для сенсорной интеграции. Залезают на лесенки, ходят босиком по тактильным дорожкам. Для них это большое достижение. В этом году мы решили представить на конкурс наших реабилитологов. Это тоже категория очень значимая в социальной сфере, потому что реабилитация – важный процесс в социальном обслуживании. Ольга Святченко – вторая участница конкурса. На суд жюри она представила проект «Чудеса в решете». Почти ежедневно Ольга проводит творческие встречи со своими подопечными. Больше всего они любят мастер-класс «Кулинарные путешествия». Ребятам очень понравилась Индия. Мы готовили натуральное индейское карри – национальное блюдо. Соответственно, у гостя было сари, которому показывали, как завязывать, как надевать. И гость также давал мастер-класс по индейским танцам. В профессию Ольга пришла не случайно. Она очень хотела помочь своей младшей сестре – инвалиду детства. Члены жюри не смогли остаться равнодушными к ее истории. Я не могу отсидеться и не сказать слова восхищения в вашей адресе в вопросе образования, расширения знаний своих. Не знаю, когда вы время находите. Очень многоплановая, очень эмоциональная, очень добрая, очень полезная работа. Следующий участник конкурса – Оксана Шкуренко. Она работает психологом в Матищинском доме-интернате уже более 10 лет. На основе полученных знаний и опыта она разработала и адаптировала методику Марии Монтенсори для пожилых людей и пациентов, перенесших инсульт. Утром солнышко встает, нас на улицу зовет. Похожу из дома я. Здравствуй, улица моя! С нетерпением ждали своего выхода и воспитанники Майи Мацкевич. Ее проект называется «Ромашка». Его главная цель – воспитать у детей чувство патриотизма и любви к родине. Каждый из них представляет свое направление, и каждому из них можно гордиться. А победитель конкурса будет представлен на доске почеты перед администрацией городского округа Матища. По результатам конкурсных испытаний победителем стал Филипп Решетник. Жюри оценило результативность его проекта и его неравнодушное отношение к детям. Для наших участников конкурс – это большое профессиональное испытание. И с каким бы результатом каждый из них не пришел к финишу, они все победители. Татьяна Горностаева, Денис Корнев, Первый Матищинский. В Матищах выбрали самую красивую девушку. В молодежном центре «Импульс» состоялся финал. Подготовка к конкурсу «Мисс Матищи» шла почти два месяца. Была проделана колоссальная работа. Десять финалистов показали членам жюри и гостям этого красивого праздника несколько номеров, как творческих, так и интеллектуальных. Все девушки выступили достойно, считают члены жюри, поэтому и обсуждение было долгим. Итак, статус первой «Вице-мисс» получила Анастасия Кретова. Елизавета Сухорукова стала «Вице-мисс Матищи». А титул «Мисс Матищи-2022» получила Евгения Постихина. Каждая из этих десяти девушек – это «Мисс Матищи», бесспорно. Они суперпрофессиональные, они суперталантливые, они суперяркие, суперкрасивые и супероткрытые. А те три счастливицы, кому, так сказать, все-таки упала на плечи эта ноша, это действительно ноша. И они должны нести ее с особой гордостью и особой ответственностью. И олицетворять собой всю ту молодежь городского «Вице-мисс Матищи», для кого непосредственно мы и делаем подобные мероприятия. Напомним, наш телеканал вместе с молодежным центром «Импульс» вел дневник «Мисс Матищи-2022». Мы рассказывали, как девушки готовились к конкурсу. Ну а специальный репортаж церемонии награждения смотрите на нашем телеканале в ближайшее время. 30 вопросов для школьника, чтобы понять, какая профессия подойдет ему в будущем. Специалисты Центра занятости населения приехали в Поведниковскую школу, чтобы провести профориентационное тестирование в рамках ярмарки-вакансий «Первый шаг в твоей карьере». Кем мечтают стать ребята и что им подходит больше, узнаем у Александры Дорохиной. Мечта десятиклассницы Арины – стать следователем. Поэтому с выбором факультета она уже определилась. Здесь, на ярмарке, девушка ищет университет, который ей подойдет. Теперь самое главное – сдать экзамен на проходной бал. Я за этот год очень много сменила специальности, но остановилась на следователя, потому что для меня это очень интересная профессия. Хоть она, возможно, и страшновата, но люблю все такое логическое. Не все так уверены в своем выборе. Бывает, что уже определившиеся с будущей профессией школьники меняют взгляды и направление подготовки благодаря специальному тестированию. Оно проводится здесь же. Ярмарка-вакансий – это еще и профориентационное тестирование, где ребята уже по-другому смотрят на свои способности, знания, умения, которые они хотели бы в будущем реализовать. Ярмарка-вакансий приехала в Поведниковскую школу, чтобы ученики, которым далеко добираться до колледжей и вузов, могли ознакомиться с факультетами и требованиями к поступающим и проверить себя. Напротив каждой профессии, допустим, оператор связи и кинооператор, вы выбираете то, что вам больше откликается. Это не говорит о том, что вы будете этим именно человеком с этой вакансией, либо вы пойдете учиться по этому направлению. Тест работает на интуицию, на подсознание. Профориентационные мероприятия начинаются в школе уже в пятом-шестом классах. Они проводятся силами психологов и социальных педагогов. Образование нацелено на то, чтобы ребенок понимал, насколько важно уже сейчас ответственно подойти к выбору профессии, а значит и к выбору экзаменов. Александра Дорохина, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Рабочая неделя завершается, а выходные надо проводить с пользой. По уже доброй сложившейся традиции мытищинцев в субботу и воскресенье ждут масса интересных мероприятий для всей семьи. Завтра с 11 часов в Мытищинском лесопарке отмечать будут День смеха. Гостей ждут интерактивные и анимационные программы, спортивные состязания. Будет возможность заняться творчеством. В Центральном парке культуры и отдыха в это же время начнется кулинарный мастер-класс. Также на протяжении всего праздника можно будет принять участие в квестах и интерактивных программах. А в воскресенье днем в парке у амфитеатра и акведука пройдут приключенческие игры и мастер-классы. Организаторы уверены, скучно не будет никому. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого Мытищинского. А также подписывайтесь на наши социальные сети. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Дальше на руку. Руку дай! Давайте веревки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По данным исследований рекомендуют именно спутник Лайт однодозовую вакцину использовать для повторной вакцинации, потому что этого достаточно ранее привитым и переболевшим для сохранения хорошего иммунитета против COVID-19. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok